здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на вебинаре what makes a good conversation будем сегодня говорить какие правила какие рекомендации можно услышать для того чтобы хорошо поддерживать разговор пишите пожалуйста в комментариях откуда вы и как у нас сегодня связь хорошо ли меня видно хорошо ли меня слышно также можете написать какой у вас уровень на сейчас находитесь уровень изучения английского таллинн прекрасно средненький хорошо средний уровень но мы любим недооценивать свои способности поэтому надеюсь верю что уровень действительно уверенно средний хороший уровень хорошо еще пару минуток подождем чтобы подключились все желающие наши студенты если они опаздывают какая сегодня у нас интересная тема будет 50 на 50 примерно половина у нас связано с английским да и немножко буду вселять вас уверенность вообще в принципе в разговоре с людьми будем обсуждать тоже такие моменты которые пригодятся не только при вот разговоре на иностранном языке но и в принципе с другими людьми для начинающих для начинающих возможно вебинар и иногда будет тяжеловатый но я буду стараться переводить немножко подключать вас хорошо хорошо итак давайте будем начинать у нас уже три минуты прошло я надеюсь подключились те кто хотят если нет то будет возможность дальше послушать посмотреть этот вебинар в записи итак здравствуйте всем здравствуйте меня зовут ксения я являюсь преподавателем школы ешка уже более пяти лет опыт преподавания у меня уже более десяти лет скоро 15 вот поэтому очень люблю рассказывать своим студентам как же полюбить английский язык не просто на нем говорить да не просто говорить на иностранном языке знакомиться с людьми общаться на на иностранном языке и любить это делать и сегодня как раз у нас такая замечательная тема вот мейкс и гуд конвесейшин правила хорошего разговора давайте посмотрим на план нашего вебинара как вы видите вот мейкс и гуни сейшин point one speakers skills speakers skills это навыки оратора то есть какие навыки нужны оратор чтобы быть хорошим оратор чтобы хорошо разговаривать с людьми number two typical topics темы для разговора типичные темы для разговора обсудим а вообще в принципе как подобрать тему для разговора с тем или иным человеком and number three useful phrases useful phrases полезные фразы которые будут помогать вам некоторые фразы будут направлены на то чтобы начать разговор завязать разговор с человеком да некоторые на то чтобы как отреагировать и так далее всего три пункта наш вебинар не будет очень долгим поэтому пожалуйста будьте внимательны запаситесь ручкой и бумагой ноутбук чтобы помечать себе важные моменты и так начинаем посмотрите пожалуйста на первую картинку что вы видите как вы думаете что это два человека разговаривают но communication коммуникация не так все просто в нашей коммуникации правда между людьми посмотрите хочу обратить ваше внимание на то что все мы разные all people are different all people are different even the families people are different да даже в семьях мы понимаем правда что люди не одинаковые не могут люди думать разговаривать совсем одинаковые понимать с полуслова конечно такое встречается но на самом деле достаточно редко поэтому с помощью этой картинки хочу донести до вас смысл что договориться с другим человеком не важно на каком языке бывает очень сложно коммуникация на общение в принципе это навык это тоже навык и ему можно научиться точно так же как мы изучаем английский язык также и в принципе коммуникации и на родном языке и на иностранном языке нужно учиться да то есть не все так просто как нам хотелось бы поэтому когда вы изучаете иностранный язык уже наверное встречали сталкивались с тем что недостаточно знать только слова недостаточно знать только грамматику да недостаточно только выучить какое-то правило да только посмотреть там упражнения выполнить и все и уже заговорили на английском языке можем уезжать в другую страну на постоянное проживание правда то есть это навык сама сама коммуникация это навык который тоже нужно осваивать почему посмотрите на этой картинке очень хорошо я считаю представлено что просто потому что один человек думает вот параллельные да у нас прямые вот так его мысль идет а другой человек думать совсем по-другому и одни и те же слова то есть один человек произносит второй человек воспринимает не все будет воспринято точно так же как мы хотели бы как мы говорим что мы говорим что мы хотим передать мы вкладываем свои мысли оформляем слова is not the same не то же самое what people hear то что воспринимают другие люди то есть я говорю одни слова возможно у вас в процессе того как я рассказываю возникают совершенно разные образы у одного одни у второго другие кто-то возможно полностью согласен кто-то считает что ну я легко нахожу общий язык с людьми и как бы на самом деле не такая уж это и большая проблема правда договориться с человеком другим да то есть даже говоря на родном языке мы не всегда можем понять друг друга да и вот эту коммуникацию раскрыть прям так хорошо поэтому самое первое что хочу вам посоветовать на что мотивировать вас это развивать свои навыки да level up your skills your speaker skills да то есть раскрывать развивать навыки можем сказать оратора либо просто говорение communication skills да разговора общения с другими людьми да то есть если человек сам по себе зажатый не общительный не разговорчивый то даже выучив иностранный язык много тысяч слов 10 там 15 тысяч слов словарным запасом выучив грамматику до уровня advanced не всегда получится вот это вот общение да то есть он выйдет в мир да скажем посетить другую страну и не найдет общего языка с прохожими с людьми которые там проживают потому что это не не так работает что я выучу определенные слова и все будет хорошо и я смогу поговорить да даже там используя правильные слова не всегда можно найти общий язык с да даже носителем языка к сожалению да поэтому пожалуйста сразу себе задайте вопрос насколько я общительный человек сам по себе насколько я понимаю разве либо насколько у меня есть этот навык именно общение да то есть насколько мне это приятно к сожалению есть студенты у меня тоже которые приходят и говорят что ну когда доходит дело для того чтобы что-то рассказать что-то вот именно сказать там не просто выполнить упражнения подставить пропущенные слова и так далее да то есть ну ой нет 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 я не такой человек я вот лучше помолчу ну а как зачем тогда учить иностранный язык если все время нужно отмалчиваться да просто только понимать тоже конечно хорошо возможно для работы в какой-то профессии это важно только понимать иностранную речь но все-таки это на самом деле не так интересно правда нужно чтобы еще была и обратная связь то есть от вас обратная связь коммуникация между людьми правда хорошо итак цель мы поставили да то есть развивать свои навыки спикера с оратора коммуникации общения с другими людьми дальше на что хотела бы обратить ваше внимание это наш body language body language body это наше тело language язык как мы говорим English language Spanish language и так далее язык нашего тела что под собой подразумевает язык тела да что какие части тела да у нас задействованы когда мы говорим про body language конечно же это наше face конечно же первую очередь мы разговариваем когда поворачиваемся к человеку лицом да поэтому лицо очень важно какой посыл мы передаем да но это еще не все также это наше posture это позиция нашего тела да то есть если мы там как-то вот закрытую как говорят да закрытая позиция тела там сутулимся отворачиваемся боком поворачиваемся к человеку конечно же это уже передает такую ненастроенность на разговор правда также дальше это наши hands and arms да то есть как мы держим руки да свободно ли мы ими двигаем да то есть если мы только вот так вот там в кулачок зажатые конечно и вот движения какие-то да очень нервные конечно это очень будет видно что вот если вы нервничаете либо вы не уверены в себе да руки очень часто выдают либо там закрытая поза как говорят психологи да там скрещиваем руки и так далее да то есть все наше тело там даже там постукивание ногами и так далее там мотание головой все это учитывается да давайте посмотрим на при первый пример который хотел бы вам привести посмотрите если вы увидите этого человека например в зале вы пришли на вебинар в живую да и перед вебинаром просто рассматриваете людей захотите ли вы поговорить с этим человеком подойдете ли вы к этому человеку чтобы начать разговор поинтересоваться кто он может это спикер на вебинаре да и очень интересно узнать про что он будет рассказывать может какие-то секретики до до начала вебинара он может раскрыть подойдете ли вы к этому человеку скорее всего нет правда потому что его поза поза девушки такая достаточно враждебная правда такая отталкивающая по крайней мере не располагающая к коммуникации поэтому вот копировать такую позу не советую да если вы хотите продуктивно поговорить с человеком давайте посмотрим следующий пример посмотрите конечно же улыбка да она да очень улыбчивая девушка конечно всегда располагает конечно нужно следить за своей улыбкой не всегда это помогает бывает это где-то не в тему да не не соответствует случаю но в основном улыбка уже делает вас более скажем так привлекательным для коммуникации да для другого человека также открытая позиция да расслабленные плечи и живые руки да то есть это конечно очень помогает вот поэтому mind your body language всегда ну замечайте за собой каков язык вашего тела да то есть на что он например что он показывает собеседнику либо открытость для коммуникации либо ну вот такую враждебность и закрытость next what i want to tell you is about active listening да то есть следующее о чем поговорим active listening активное слушание как мы его называем да в принципе у нас такое понятие тоже существует активное слушание что же сюда включает то есть есть несколько пунктов конечно же это eye contact да то есть это когда мы смотрим собеседников глаза то есть сейчас проблема современного мира использование смартфонов да телефонов и даже с друзьями где-то на встрече в кафе ресторане и так далее на встрече с друзьями некоторых людей есть привычка все-таки заглядывать в телефон да то есть разговаривать и все равно быть с телефоном да конечно же это не ни разу не active listening вот поэтому eye contact is very important дальше что мы делаем это опять же mind your body language то есть мы обращаем внимание то есть мало только дружелюбно подойти к человеку начать разговоры даже если вы человека знаете да даже с знакомым с другом только начать разговор вот в открытой позиции да показать что очень рады встрече и начать разговор нет конечно же все время разговора нужно быть настроенным на общение да и вот это active listening through a body language тоже через язык тела проявляется да то есть если вы вначале такие очень радостные а потом надулись и стали слушаете да то есть конечно же это неактивное слушание поэтому body language is also important и также active listening is through our replies также проявляется через наши ответы то есть когда мы либо задали вопрос либо есть какая-то тема и человек рассказывает то есть ваш собеседник говорит о чем-то рассказывает истории либо отвечает на вопрос не важно сколько это там три или пять предложений да или целая история на пять минут ваши replies это не answers да вот кто понимает разницу replies это просто вы даете обратную связь да то есть answers это как вот ответы на вопросы да replies просто вы вставляете в разговор ваши реплики скажем так да которые помогают человеку понять что вы действительно его слушаете да то есть это не не то что вы там ровно раз в 30 секунд говорите да то есть конечно это не совсем активное слушание хотя с этого если вам совсем сложно с коммуникацией с общением с этого можно начать но вот active listening подразумевает наши replies да то есть то что мы отвечаем либо подтверждаем соглашаемся с человеком и через body language и словами да то есть либо возможно ну поддерживаем не соглашаемся да что там что-то произошло плохое и мы говорим о какой ужас и так далее несколько фраз в третьей части нашего вебинара будет как пример для active listening разговора очень важно конечно же вот то есть как мы себя ведем и как мы реагируем на рассказы также нужно не забывать про balance just balance your speech это значит как вы видите невозможно в разговоре в коммуникации чтобы один человек только говорил а второй только слушал да хотя бывает конечно людям комфортнее только слушать но на самом деле это не совсем коммуникация это такое что-то очень приближенной коммуникации но на самом деле хороший разговор то есть нужно задавать вопросы на вот этот вот balance вы и задаете вопросы и отвечаете на вопросы да то есть вот как-то сбалансировать тогда это действительно обоим людям интересный разговор интересное общение согласитесь когда возможно есть друзья у некоторых людей есть потребность выговориться да есть такие друзья которым они там звонят либо встречаются и только рассказывают только рассказывают как у них дела рассказывают как прошел день там либо неделя и так далее на второй только слушает но я думаю долго это дружба так называемая общение не продлится либо они такие встречи просто очень редки вот поэтому тоже помните про баланс да то есть в если мы говорим про английский язык если вы говорите на английском языке с кем-то то и задавайте вопросы не бойтесь этого да то есть в некоторых моментах даже заставляйте себя задавать вопросы потому что ваш собеседник может подумать что вам не интересно что он рассказывает да то есть он что-то рассказывает рассказывает и такой ну больше ничего не спрашивает ничего не говорят никакой реакции нету значит неинтересное общение но наверное нужно завершать этот разговор и там двигаться дальше да поэтому ну но и только рассказывать там про себя либо просто рассказывать только свои истории конечно это не очень интересно поэтому тоже будьте внимательны вот на эти моменты хотела бы обратить ваше внимание конечно вы можете увидеть и посмотреть в интернете насколько много этих навыков да конечно чтобы хорошо презентовать какую-то речь делать презентацию выступать на широкую публику конечно этих навыков намного больше но я посчитала что они довольно банальные да довольно такие простые чтобы про них говорить сегодня считаю что вот эти с этих можно и начать и как бы потренировать их вот следующий пункт practice makes perfect practice makes perfect в каждом навыке как и в изучении английского языка так и в ораторском искусстве искусстве вот искусстве разговора всегда нужно практиковаться не бойтесь зеркала зеркало ваш друг даже если вам не очень комфортно говорить самим с собой перед зеркалом вы считаете что это не не удобно да как-то странно попробуйте на то есть старайтесь и вы на самом деле многое откроете для себя потому что когда мы даже на занятии даже там тренировочно не знаю смотрим в окно куда-то и вот проговариваем те же самые упражнения хотя бы либо но представляем что мы с кем-то разговариваем у нас картинка в голове может быть совсем другая когда мы увидим в зеркало на самом деле что видят люди когда мы с ними разговариваем возможно вы почерпнете для себя какие-то моменты которые нужно где-то улучшить где-то подправить где-то что-то развивать потому что в нашей голове нам кажется ну все хорошо да возможно у меня там глаз дергается я когда разговариваю я этого не замечаю а в зеркале увижу это да что ну вот оказывается вот почему так интересно смотрят на меня люди у меня же глаз дергается например либо насколько в зеркале вы увидите насколько интересно с вами общаться насколько вы живо подаете информацию да то есть когда вы рассказываете какую-то историю просто это монотонное там ничего не выражающее лицо и вот монотонный голос и вот такой рассказ либо это живое общение в зеркале в этом на самом деле все увидите поэтому не бойтесь пожалуйста practice makes perfect это вот прекрасная фраза что практика как бы помогает нам достигнуть совершенству это касается любого живого навыка но в английском оно очень важно также когда вы тренируетесь очень советую записывать себя на диктофон если вам нужно особенно выступать перед аудиторией записывайте на диктофон свою речь да прослушивайте возможно давайте кому-то прослушивать либо преподавателю либо человек который которому вы доверяете как минимум да который может вам подсказать который знает английский хотя бы на таком же уровне как игры да или возможно увидит какие-то ошибки даже да не бойтесь ошибок увидит ошибки, подскажет, где сказать лучше, как исправить голос и так далее. Более уверенно ваш голос будет звучать, если вы потренируетесь. Поэтому не бойтесь зеркала, не бойтесь повторять что-то 3-4-5 раз, какое-то предложение, даже текст. Это вам всегда пригодится, это поможет. Итак, переходим к следующему пункту нашего плана, это тема для разговора Typical Topics. Конечно же, мы должны разделить, во-первых, разговор, скажем так, на несколько групп. То есть первая, как минимум, группа это люди, с которыми вы видитесь в первый раз. То есть это прохожие, возможно, как я уже сказала, какой-то вебинар, какое-то собрание, где вы видите людей в первый раз, либо на улице, в очереди, где-то в банке, в магазине и так далее, и так далее. Это новые знакомства всегда хорошо, если вы общительный человек и в народном языке, тем более можете завести знакомство, зная английский язык в какой-то другой, возможно, стране. Да, и вот эти темы, которые вы сейчас видите на экране, сейчас я их озвучу, они помогут вам, скажем так, легче завести разговор с вот такими людьми, да, с незнакомым человеком. Итак, эти темы. Weather, конечно же, погода. Все мы знаем, что про погоду говорить можно с кем угодно в любой ситуации. Weather, погода. Current situation. Current situation. Итак, теперешняя ситуация, да, то есть текущая ситуация. То есть, возможно, вы находитесь в очереди, да, и вот говорите, что там время очередь, так медленно обслуживают, там, ну, чтобы скоротать время, можно поговорить с людьми в очереди. Сейчас уже так редко делают, у всех есть телефоны, как я уже говорила, но это хороший, хороший навык общения, да, с вот незнакомыми людьми. Во-первых, скоротать время, во-вторых, возможно найти действительно очень хороших, хорошего нового знакомства. Job. Про работу. Простите, то есть, current situation – это то, что происходит в данный момент вокруг нас, да, то есть, вот прям, это может быть и погода тоже, да, вот сейчас включает, там, проехала какая-то шумная машина, да, там, или вот, ну, что-то делает, да, то есть, ну, это требует насмотренности, да, то есть, посмотрите вокруг себя, да, и обсудите это с человеком. Итак, следующая job. Ну, это тоже момент, если вы, во-первых, можно задать этот вопрос, да, там, поприветствовать, сначала сказать про погоду, потом спросить, кто по профессии человек, и обсудить, да, то есть, профессии, работу, как работается, всегда актуально. News – то, что происходит, возможно, в городе, в котором вы находитесь, возможно, в стране, возможно, в принципе, в мире, да, любые новости, я бы сказала, нейтральные, да, немножко потом про это поговорим. News – должны быть такие вот, ну, нейтральные, потому что мы не знаем, кто стоит рядом с нами, возможно, точка зрения этого человека очень отличается от нашей, как бы, обижать никого не стоит. Next – traveling. Traveling – про путешествия. Все любим путешествовать, правда, и поговорить о приятных воспоминаниях, где вы были, узнать какие-то интересные, возможно, новые места для вас. Всегда интересно. Следующий пункт, я бы объединила это в одно – free time, music, books, movies, hobbies – все, чем вы любите заниматься в свободное время. Возможно, movies, просмотр фильмов, какие фильмы вы любите смотреть, жанр, последние, новинки и так далее. Books – умные, интеллигентные люди, конечно же, читают много книг, обсудить это, поговорить, узнать, какие новинки, либо какие, возможно, в другом жанре, в другой сфере книги посоветует вам человек, тоже очень интересно. Music – конечно, если вы любите музыку. Free time, как сказала, hobbies – то, что вы любите делать в свободное время. И еще один пункт – это food. Food – про еду. Что же можно сказать про еду, скажете вы? На самом деле довольно много. То есть это не касается только того, что мы едим в данный момент. Можно обсудить блюда, можно поговорить про специфическую еду, возможно, какие-то блюда, либо продукты в данный момент времени. Например, если сейчас бы было Рождество, то вот какие продукты, какие блюда готовят в другой стране в это время. Либо лето, какие продукты лучше есть летом, какие употреблять все это тоже бывает интересно поговорить. Особенно сейчас очень многие интересуются здоровым образом жизни, здоровым питанием. И поговорить с человеком, да, вот про это тоже бывает интересно. Конечно же, это не строгое ограничение тем, только с малознакомыми, незнакомыми людьми. Конечно же, про это можно поговорить и с друзьями, хорошо знакомыми людьми, с коллегами. Правда? То есть обсудить эти темы. Когда выдастся минутка, скажем так, да, момент, даже с коллегами на какой-то встрече, на чайпите и так далее. Про это можно разговаривать. Но еще хочу обратить ваше внимание. Немножко вернемся на то, что я говорила в самом начале, что все мы люди разные. Правда? И надеяться на то, что я просто вот поговорю, просто что-то скажу, и меня все поймут, и все будет хорошо. Конечно, можно. Я думаю, что в основном мы так и делаем. Но все-таки, если мы говорим про навык говорения, что мы хотим все-таки совершенствоваться в этом навыке, в коммуникации, да, то есть делать коммуникацию более осознанной, особенно на иностранном языке и в другой стране. Хочу обратить ваше внимание на вот такие несколько пунктов, на которые нужно обратить при разговоре с человеком. То есть мы будем говорить про experience. Experience – это опыт, да, то есть то, что стоит за, скажем так, опыт, то, что стоит за человеком. У каждого из нас вот можем разделить на такие, скажем, грани, сферы, да, то есть это national experience, национальный опыт, original experience, региональный опыт, professional experience, профессиональный, social experience, социальный и personal experience, персональный личный опыт, да. National experience, то есть вот на эти, скажем так, сферы, из этих сфер состоит опыт каждого человека, правда, то есть мы рождаемся в целом, да, в какой-то стране, в каком-то регионе, городе. Мы, если, да, достаточно взрослые люди, мы имеем какой-то профессиональный опыт, да, то есть те же самые профессии, то, что мы уже сказали. Да, социальный опыт – это те, там, социальные связи, то, что происходит вокруг нас. Мы можем сказать impersonal experience, то, что личное, тоже здесь будем говорить, нужно разделять. То, что очень личное, конечно, обсуждать нужно только с достаточно очень хорошими, очень хорошо знакомыми людьми, да, с проверенными друзьями, да, но также что-то личное можем обсудить и даже с коллегами, да, некоторые моменты. То есть на это вот тоже, если вы не можете найти тему для разговора с, особенно в другой, в другом городе, в другой стране, вот, можно поговорить на этих уровнях. Например, если мы говорим про national experience, да, where are you from? Задать вопрос where are you from всегда интересно, даже если по внешности мы думаем, что мы знаем, откуда человек, мы можем предположить, по крайней мере, не всегда это бывает так, потому что люди, многие люди любят путешествовать, многих, там, родители были иммигрантами, да, и вот даже глядя на человека, не всегда можно сказать, кто он по национальности, да, в какой стране родился и вырос, например, where are you from? Regional, то есть даже если мы говорим о достаточно больших странах, в ней есть некоторые регионы, да, разделения. Можем спросить what part of country are you from? Или what's special about your region? Это тоже хорошее, видите, у нас уже перекликается немножко с третьим пунктом нашего плана, фразы или вопросы, чтобы, как бы, завязать разговор. What part of country are you from? Из какой части страны? Да, северная, да, там, допустим, Америка тоже очень разделяется от штата к штату, правда, отличается. What's special about your region? Что особенного или, ну, такого вот, особенного в вашем регионе, да, то есть напрямую задать человеку вопрос, то есть не вспоминать, возможно, вы что-то слышали, что же там такого интересного, можно обсудить, да, если человек скажет, там, из какого он региона, а просто спросить, что у вас есть интересного. На самом деле, по своему опыту могу сказать, что вот европейские, да, американцы тоже, они достаточно открыто относятся к тому, чтобы рассказывать про свою страну, про свой регион, вот, что-то вот национальное, да, чем они живут. Они очень интересуются, вот, допустим, Беларусь, Россия, что, что особенно, что, там, национальное блюдо, в спорте что-то, да, там, там, звезды спорта, или какой спорт самый популярный среди, вот, граждан вашей страны, достаточно хорошо на это реагируют, сами рассказывают и сами интересуются всегда, да, то есть им интересно, как происходит жизнь, проходит в мире, вот, поэтому это тоже хорошие вопросы. Дальше, professional experience, если мы говорим про профессиональную сферу, конечно же, это такие простые вопросы, where did you work, where do you work, да, то есть мы можем спросить, where do you work, если совсем человек не знакомый, где вы работаете, либо также можно сказать, where did you work, да, то есть где вы еще работали, да, то есть не всегда, возможно, на вебинарах или каких-то встречах, да, ну, поинтересоваться, да, какой опыт профессиональный также имеет человеку в прошлом, потому что даже начальники, там, менеджеры когда-то, возможно, ну, или вообще начинали совсем с другого, правда, поэтому это тоже бывает интересно поговорить с человеком, пообщаться. Social experience не привела вам никаких примеров, вопросов на эту тему, потому что это все, что, в принципе, ну, окружает нас, да, то есть все вот эти вот социальные связи, все, про что можно поговорить, все, что касается и коммуникации людей тоже, да, то есть здесь, конечно, в разнообразии сферы тем может быть самая разная. Personal experience, where have you ever traveled abroad, например, have you traveled abroad, то же самое вот темы, о которой мы говорили до этого, то это, скажем, то, что лично пережил человек, ваш собеседник, где он побывал, то есть если мы будем говорить, в принципе, про traveling, это может быть social experience, да, то есть, например, из нашей страны легко добраться или там очень популярный отдых в Турции, например, в такой-то стране, да, то есть это будет social experience, если мы говорим про путешествия в общем, да, personal experience, это вот больше про лично человека, где он побывал, что он заметил, какое его отношение к именно там этой поездке, к этому городу или там к этой стране, да, вот это вот personal experience, это уже более лично, если мы говорим про разговор с незнакомым человеком, да, там, как мы сказали, в очереди либо где-то, то это, конечно, будет больше social, да, social, возможно, professional, original и так далее, да, вот, но если разговор развязывается дальше, если вы общаетесь, ну, довольно уже долго, конечно, вот это может быть social, может перейти в personal, да, конечно, границы, личностные границы, конечно, тоже нужно чувствовать, поэтому сразу, глядя на человека, спросить что-то очень личное, этого делать, конечно же, не советую. Many countries people prefer you not to talk about family and social background. They may be too personal. Конечно же, во многих странах люди бы предпочли не говорить, чтобы вы не говорили про семью и социальное положение человека. Это, конечно, может быть слишком личным, но, возможно, с первого взгляда не скажешь, но совершенно по-разному люди могут к этому относиться, да, то есть семья, там, брак, дети, это может быть такое обсуждение, которое человек не готов, про которое не готов говорить с малознакомыми людьми, да, то есть, опять же, помним, что важно понимать, кто перед вами, да, малознакомый человек, либо проверенный друг, это важно. И темы, которые не советую поднимать в разговоре, это politics, политика и religion, религия, да, то есть эти темы, конечно, лучше обходить стороной, даже с коллегами и особенно с малознакомыми людьми, потому что это может быть не только очень личное, да, но и не очень комфортное, потому что говорить на эти темы не все умеют, не все могут, и не всегда это удобно, да, рассказывать про свои политические, либо религиозные взгляды, и не всегда это так легко, скажем, да, поговорить, кто-то может этого не захотеть, поэтому эти темы лучше обходить. Итак, давайте посмотрим на фразы, которые я предлагаю вам потренироваться, сейчас я буду их проговаривать несколько раз, и со второго раза старайтесь проговаривать вместе со мной. Первая фраза, what's the best thing about being a doctor? То есть, что самое лучшее вот в том, чтобы быть доктором, да, то есть это мы, как мы уже сказали, тему про профессии, professional experience, да, вот такой вопрос можем задать, поговорить с человеком. Итак, повторяем. Вот такой вопрос можем начать с этого, скажем так, завязать, узнать, кто по профессии человек, и дальше завязать разговор, да, показать, что вам действительно это интересно. Идем дальше. Например, что вы думаете про, например, последние новости. Повторяем. И уже, конечно же, называем тему, про которую мы хотим поговорить с человеком. Следующее. Следите ли вы за новостями, да, то есть следите ли вы за новостями, знаете ли вы последние новости. Это тоже может быть такой хороший вопрос, если вы на самом деле не знаете, что происходит за последнее время в мире, да, не следите сами. Можете спросить, да, и потом уже какие-то темы, которые вам скажут развивать про новости, да. Повторяем вместе. Do you follow the news? Do you follow the news? Идем дальше. Тоже такой необычный, возможно, вопрос. How do you like your neighborhood? How do you like your neighborhood? Нравится ли вам ваше соседство? Он такой достаточно нейтральный вопрос, то есть не рассказывать конкретно, где вы живете, кто у вас соседи, там, какие у вас с ними отношения, да. То есть это может означать даже обстановку, в которой вы живете, то есть, возможно, это там соседние дома, да, возможно, где-то рядом с кинотеатром вы часто ходите в кино, да. То есть, ну, такое предположительное развитие событий, да. То есть, how do you like your neighborhood? Здесь вы даете свободу человеку, да, право говорить, возможно, да, про соседей, про людей, которые окружают, либо вот, ну, инфраструктуру, да. Поэтому хороший такой вопрос для разговора. Давайте повторим вместе. Следующий вопрос тоже для поддержания разговора. Have you been to any concert recently? Были ли вы на каком-нибудь концерте в последнее время, да, то есть, вот, в недавнее время? Тоже потом можно, конечно же, обсудить это, да, making follow-up questions. То есть, если человек, то есть, ну, да, был, да, конечно же, нужно продолжить разговор, что же это был за концерт и как на нем было. Повторяем фразу вместе. Have you been to any concert recently? Have you been to any concert recently? Идем дальше. Do you like cooking? Вы любите готовить? То, что мы говорили про еду, продукты, можно, это достаточно такая большая, объемная, разнообразная тема. Вот, например, любите ли вы готовить? Какие любимые там блюда у вас есть? Либо какие рестораны вы знаете? И так далее. Do you like cooking? Повторяем вместе. Do you like cooking? Do you like cooking? How do you usually find good restaurants? How do you usually find good restaurants? Как вы обычно находите хорошие рестораны? Да, здесь вы даже, ну, даете возможность человеку вам что-то посоветовать. Да, возможно, действительно человек в этом разбирается и может дать хороший совет. Правда? Повторяем вместе. Повторяем вместе. How do you usually find good restaurants? How do you usually find good restaurants? Хорошо. Следующие фразы уже на активное слушание, как мы уже говорили, когда вы не только задаете вопросы, выслушиваете, да, с угрюмым лицом или даже с улыбкой, выбора не меняется, да, а вот поддерживаете разговор. Конечно же, на иностранном языке не всегда может быть что-то понятно, поэтому следующая фраза. Sorry, I didn't catch, возможно, конкретное что-то название. I didn't catch the name. Извините, я не уловил, не услышал имя, либо название чего-то. Sorry, I didn't catch the name. Или фраза, sorry, I didn't quite get that. Я, ну, не совсем уловил это, либо не совсем понял, да, вот про что вы говорили, либо что конкретно вы говорили, да, то есть такая фраза человек вам либо, ну, расскажет, ну, не совсем расскажет заново, а перескажет, либо перефразирует как-то, да, чтобы вам было понятно. Но эту фразу тоже хорошо потренировать несколько раз, чтобы не вспоминать, не придумывать, там, какое же слово можно подобрать, да, потому что, конечно, живой разговор уже пойдет дальше, и не будет возможности вам все-таки переспросить, задать вопрос, если вы что-то не поняли. Итак, повторяем вместе. Sorry, I didn't catch that. I didn't quite get that. Sorry, I didn't catch that. I didn't get that. Идем дальше. Опять же, на активное слушание фразы. So interesting, please give me more details. So interesting, please give me more details. Так интересно, да, возможно, какая-то очень интересная история, возможно, интересная тема, да, которую человек, вот, озвучил вам. Так интересно, пожалуйста, ну, дайте мне больше детали, то есть расскажите, да, расскажите дальше. Давайте повторим вместе. So interesting, please give me more details. So interesting, please give me more details. Ещё одна фраза на активное слушание. I just want to make sure we are on the same page. I just want to make sure we are on the same page. Это фраза для того, чтобы уточнить, да, у человека, понимаете ли вы друг друга, поняли ли вы правильно то, что вам говорят, то, что вам рассказывают. Я хотел бы убедиться. So I just want to make sure we are on the same page. Мы как бы на одной волне, да, так скажем, переведём на русский. We are on the same page. То есть вот дословно на одной странице, но мы, скажем, на одной волне. То есть понимаем ли мы друг друга, об одном и том же ли мы говорим. Правильно ли я понял не только информацию, которую мы сейчас рассказываем, но и мнение, которое мы сейчас передают. Да, давайте повторим вместе. I just want to make sure we are on the same page. I just want to make sure we are on the same page. Ещё одна фраза. I'm sorry, you have to face that. I'm sorry, you have to face that. Эта фраза тоже на активное слушание. Мне так жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться. Мне так жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Да, здесь мы, ну, сочувствуем, поддерживаем человека. Да, здесь не обязательно, чтобы вы продолжали какой-то рассказ сами. Да, то есть это просто выражение сочувствия, поддержки человеку. Да, и, возможно, он продолжит свой рассказ дальше. Но, вот, конечно, если вы будете вспоминать каждое слово очень долго, да, это не будет выражением поддержки. Да, поэтому тоже лучше потренировать эту фразу, чтобы она звучала более естественно. Давайте повторим все вместе. I'm sorry, you have to face that. Замечательно. И ещё одна фраза. Очень коротенькая, правда. Really. Что с помощью неё мы можем сказать? Это будет и активное слушание. То есть вы хотите убедиться, да, что вы понимаете то, что вам говорят. Да, то есть такая мотивация для собеседника, чтобы вот либо подтвердить то, что он сейчас рассказывал, либо проверкнуть. Really. И как просто заинтересованность, да, то есть что-то интересное действительно вам рассказывают. То есть really показываете, что вы правда слушаете, вы заинтересованы в том, что вам рассказывают. Ну и тоже такой поддержки. Really очень простая, но достаточно действенная фраза. Итак, мы с вами сегодня поговорили про то, какими навыками нужно обладать, чтобы быть хорошим собеседником, хорошим оратором. Помните, что всегда осознанность, осознанное владение вот этими навыками, разговором, это хорошо понимать, что перед вами совсем другой человек, у которого свои эмоции, свои переживания, свои мысли в голове и то, как другие люди воспринимают наши слова, но не всегда соответствует нашим ожиданиям. Мы хотим, чтобы все были счастливы и все делали то, что мы хотим, к сожалению, или к счастью, и не все так же этого хотят. Потом мы говорим про body language, то, как мы ведем себя во время разговора, какие жесты, позиции тела, как мы используем мышцы лица, то есть какое у нас выражение лица. Это все, конечно, тоже влияет. Интересно, приятно ли собеседнику с нами разговаривать, либо нет. Конечно же, active listening, то, что мы практиковали во фразах, в предложениях с вами, active listening, очень важно. Помним, что мы должны найти вот этот balance и рассказывать что-то самим, задавать вопросы, отвечать на вопросы, но и выслушивать собеседника, чтобы не было перекосов в одну или во вторую сторону, нежелательно. Чтобы это было, конечно, practice makes perfect. Всегда практиковаться, если вы действительно хотите чего-то достичь у какого-то уровня в английском языке, в навыке говорения, тем более на иностранном языке. Всегда нужно тренироваться. Не бойтесь в зеркало, не бойтесь говорить сами с собой. Практикуйтесь. Это вам поможет лучше, возможно, не совсем лучше, но поможет, возможно, даже лучше, чем преподаватель. Если вы будете именно практиковаться, использовать каждую возможность. С друзьями, если вы знаете людей, которые учат английский язык, либо уже знают английский язык. С родными, возможно, дома где-то поговорить немножко, какие-то фразы хотя бы, либо там часть дня, или с утра поприветствовать друг друга на английском языке и сказать пару фраз. Это тоже всегда хорошо. Также мы поговорили с вами про темы, на которые можно говорить с малознакомыми людьми. То есть это такой small talk, немножко разговор, ice breaking, чтобы скоротать время, возможно, в каких-то ситуациях, либо поближе познакомиться с коллегами, с людьми на вечеринке, например, либо на каком-то мероприятии социальном и так далее. И несколько фраз, которые, я надеюсь, вам помогут быть более уверенными при разговоре на английском языке. Всем большое спасибо за присутствие и желаю удачи вам в изучении английского. Good luck! Субтитры сделал DimaTorzok